Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу начать новый цикл бесед с вами, и на этот раз темой их станет ваше понимание, скорее, осознание происходящихся часть процессов как на самой Земле, так и на ее тонком плане. На эту тему сейчас идет масса всевозможных посланий и статей, и я вижу, что многие из вас просто утонули в этом потоке самой разной и порой противоречивой информации, и уже не в силах различить, где правда, а где ложь. Я постараюсь объяснить вам самыми простыми словами и как можно короче, что же на самом деле происходит и что вам нужно делать для того, чтобы идти в ногу со временем, как защитить себя от нападок и непонимания окружающих вас людей, которые не готовы еще идти рядом с вами, но которые невольно замедляют ваш духовный рост и понижают ваши вибрации. Я хочу подвести своеобразный итог тому, о чем не раз уже говорилось, и свести воедино все рекомендации и советы, которые давались вам на протяжении долгого времени как мною, так и высшими силами Вселенной. Итак, начнем с того, что процесс вхождения вашей планеты в Пятое измерение стал необратимым. Назад хода нет. Она прошла уже точку невозврата. Земля будет двигаться только вперед, причем теперь уже с ускорением. И вам, дорогие мои, почти не осталось времени на раскачку. Поэтому сейчас все высшие силы Вселенной, а также дружественные вам инопланетные цивилизации объединяют свои усилия и активизируют свои действия, чтобы помочь вам преодолеть последний барьер, отделяющий вас от границы Пятого измерения. Они хотят перевести вас через эту границу бережно и нежно, чтобы не поранили вы свое тело и свою душу, и чтобы никакие темные силы не смогли задержать вас в мире Третьей плотности, из которого так жаждет вырваться ваша душа. Как происходит переход вашей планеты в Пятое измерение? Попробую объяснить это как можно проще. Представим себе Землю в виде шара. Раньше, когда она полностью находилась в Третьей плотности, этот шар весь целиком был окрашен в однотонну серый цвет. Но по мере того, как Земля ваша начала свое движение к Свету и стала подниматься все выше, проходя через фотонные пояса, отделяющие одну плотность от другой, шар этот стал окрашиваться в разные цвета, которые символизируют собой разные уровни вибраций. Сейчас Земля ваша на тонком плане выглядит следующим образом. Нижняя ее часть еще осталась серой. Но, пожалуй, можно сказать, что уже больше чем наполовину она вырвалась из своего серого существования и приобретает золотисто-белую краску, присущую пятому измерению. Ваша планета прошла уже пять фотонных поясов. И если первый фотонный пояс она проходила более десяти лет, то последующий четыре — всего за семь лет. И с каждым новым фотонным поясом этот процесс будет ускоряться. Всего ей нужно пройти двенадцать фотонных поясов. Что это означает для вас, дорогие мои? А то, что если хотите вы вознестись вместе с вашей планетой, то и сознание ваше должно меняться с такой же геометрической прогрессией, так же как и ваши вибрации, иначе вам просто не успеть за ней. Вы являетесь ее частичками, которые она всеми силами старается удержать в себе, но те частички, которые не совпадут с ней по вибрациям, она удержать не сможет, как бы они ни старалась, поскольку живет она в соответствии с законом Вселенной. Подобное притягивает подобное. Это самое главное, о чем должны вы помнить. И на этом мы остановимся сегодня. Отец-Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!